Эдгар Аллан По Меценгерштейн «При жизни я был тебе чумой. Умирая, я буду твоей смертью». Мартин Лютер Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении, то есть о ложности его или, напротив, вероятности, я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части, а несчастливость, по словам Лабрюера всегда, происходит от того, что человек не может быть наедине с собой. Суеверие венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они, венгры, весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые, я привожу слова одного проницательного и умного парижанина, лишь однажды вселяется в разумную оболочку. Во всех остальных воплощениях, в лошади, в собаке, даже в человеке, она остается почти совершенно им чужда. Веками враждовали между собою род Берли Фитценгов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества «высоко рожденный падет низко», когда точно всадник над конем тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берли Фитценгов. Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины, более обыденные в самом недавнем времени, привели к событиям столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берли Фитценг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское великолепие, которое таким образом открывалось их взором, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало расплю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были враждовать. Пророчество, казалось лишь, предрекло, если оно вообще предрекало, что бы то ни было, окончательное торжество дома и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным, вспоминалось, конечно же, с горькой узлобой. Высокородный Вильгельм, граф Берли Фитценг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком, и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям поливания. Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г, умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет срок недолгий. На Приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла. Благодаря некоторым особым обстоятельствам, юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замком его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль. В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И, разумеется, в первые же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабской их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защиты от безжалостных когтей маленького каликулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берли-Фитцинг, и вся округа единодушно присовокупила этот поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона. Но во время суматохи, вызванный этим происшествием, сам юный вельможа сидел погруженный в глубокое раздумье в огромной мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метцингерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностай епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желание какого-нибудь земного владыки, либо именем верховной власти самого папы, обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метцингерштейны, их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами. А вот, исполненные неги и гибкие как лебеди, дамы давних времен, уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки. Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берли Фитцинга шуму, а, быть может, замышлял новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане. И был он недвижим точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метцингерштейна. Когда Фредерик понял, на чем случайно содержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз, напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные, бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам. И, казалось, никогда уже ему не оторвать завороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни. Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная, словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь, а губы рассверепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал. Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен. На мгновение замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берли Фитцинга. Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшами. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня. — Чей конь? Откуда он у вас? — хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное — двойник загадочного коня на гобелене. — Конь ваш, ваша светлость, — отвечал один из конюшек. — По крайней мере, никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берли Фитцинга. Бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня. — И на лбу у него клеймо, очень четкое, — вмешался второй конюшей. Вероятно, Уильям фон Берли Фитцинг. Но в замке все как один уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видели. — Очень странно, — в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. — Ведь и вправду удивительный, редкостный конь. Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, — прибавил он, помолчав. — Быть может, Фредерик Меценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берли Фитцинга. — Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили, лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости. — В самом деле, — сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паш. Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале внезапно исчезла часть гобелена. Сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюшек, чье любопытство было сильно возбуждено. Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и когда он властно приказал немедля запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость. — Вы слышали о неожиданной смерти старого Берли Фитцинга? — спросил барона один из его вассалов, когда после ухода пажа могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своей собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метцингерштейна. — Нет, — отвечал барон, резко оборотясь к говорящему. — Умер, вы говорите? — Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метцингерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие. На губах барона промелькнула улыбка. — Какою смертью он умер! Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода, и сам погиб в пламени. — Вот как! — промолвил барон, словно бы не вдруг освоясь смыслю, сильно его взволновавший. — Вот как! — подтвердил вассал. — Ужасно! — хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец. С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метцингерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся, и на взгляд бесчисленных маменек повел себя пристранно. Привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве. Разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву, мог называться его другом. Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей. «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием? Не соблаговолит ли барон принять участие в охоте на вепря?» «Метцингерштейн не охотится». «Метцингерштейн не приедет», — надменно и коротко отвечал он. Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни. И она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу. Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей. Они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжкой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнила свои особые положения. Другие же, среди них можно назвать домашнего врача, уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья, но большинство обменивались зловещими намеками. Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильнее с каждым новым проявлением свирепой демонической натуры этого животного, люди, здравомыслящие, в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю, молодой Меценгерштен, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву. Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и казалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также находилась в отдалении от остальных. А кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца. Надо еще заметить, что хотя трое конюшек, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берли Фитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных. И говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом. И даже молодой Митцергенштейн случалось бледнело и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом. Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному, норовистому коню. Никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать, если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым, что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь. И всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством. Однажды, бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Меценгерштейн точно безумно и выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и поэтому никто не обеспокоился. А вот возвращение его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Меценгерштейн треснули до самого основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем. Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи праздно стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое страшное зрелище приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных. На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Меценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся сметенного всадника. Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы. Но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновение, и в реве огня его и ветра отчетливо и резко простучали копыта. Еще мгновение, и одним прыжком, перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца, и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени. И сразу же буря утихла, и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще точно саваном окутывало дворец, и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом. А над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь. Эдгар Аллан По. Меценгерштейн. Рассказ читал Олег Булдаков. Субтитры создавал DimaTorzok